Новый тест на COVID-19 от ученых Казанского федерального университета. Но этот тест, помимо того, что он может спадать болен человек или не болен терморизм, он также может спадать Татарстан. Ученые Казанского университета создали метавселенную Татарстана. Когда-то и меня вела дорога приключения. Как улучшить лекарственные свойства кремов и мазей. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Тагмина Мадатова. 8 февраля в Казанском федеральном университете пройдет фестиваль науки «Территория знаний». Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки, состоится в КСК КФУ «Уникс». Цикл интерактивных мероприятий социо-гуманитарного, естественно-научного и инженерно-технического профиля пройдет в формате научных боев, игр-тренингов и практических мастерских. В Казанском федеральном университете проходит апробация тестов на штаммы «Омикрон» и «Дельта». Это первый тест, внедренный в Казани. О всех подробностях далее. По сути, это модифицированный ПЦР-тест, то, что люди обычно сдают в лаборатории. Но этот тест, помимо того, что он может сказать, болен человек или не болен коронавирусом, он также может рассказать таким штаммом. Штаммы сильно отличаются друг от друга по количеству мутаций. У «Омикрона» их более 30 по сравнению с «Дельтой». Новый тест учитывает эти уникальные мутации. Если они есть в образце, то выдается положительный сигнал. Если нет, результат будет отрицательным. Получается дифференциальная диагностика. В зависимости от наличия определенного сигнала подтверждается тот или иной штамм коронавируса. Имущество на этого теста, помимо того, что он позволяет определить разные штаммы, это то, что у него есть дифференциальное исследование, то есть он разрешен для медицинского использования в Российской Федерации. По времени он занимает ровно столько же, сколько и стандартный ПЦР-тест, но дает больше информации. Почему же может быть важно, каким именно штаммом болен человек? Дело в том, что омикрон – это крайне заразный штамм коронавируса. Значит, люди, которые были в контакте с таким больным, находятся в повышенной зоне риска подхватиться коронавирусной инфекцией, заболеть COVID-19. В то же время Дельта, хоть он и менее заразен, он все-таки вызывает более тяжелое течение заболеваний, а значит, что у больных, у которых диагностировано Дельта, нужно быть чуть более внимательным к своему здоровью, его обращаться в больницу. На самом деле рекомендации одинаковые. Для ученых Казанского федерального университета данная работа в первую очередь вызвала научный интерес. Проводятся научные исследования по выявлению биомаркеров, которые позволяют узнать тяжесть протекаемых заболеваний и эффективность методов лечения. Но трансляция – это как раз процесс, что мы не только преследуем научный интерес, но мы и внедряем в самые современные технологии практическую медицину. И надеемся, что и пациентам, и врачам он поможет для того, чтобы лучше понимать, что же происходит с тем или иным больным. Возможно, поможет скорректировать схему лечения. Насколько этот тест будет популярен, покажет время. Новый метод – простой, быстрый и недорогой. Он позволит быстро отличить омикрон от дельты и предпринять необходимые меры, чтобы не допустить распространения опасного штамма. Причем использовать метод можно и в тех лабораториях, где нет специального оборудования для секвенирования. Надежда Мещерякова, Универньюз. 2 и 3 февраля Земли коснется волна солнечной плазмы, которая вызовет геомагнитные бури. Они продлятся два дня. Профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедев сообщил, что на основную массу людей никакого воздействия данные явления оказывать не будут, равно как и на энергосистемы. У Татарстана появится своя мета-вселенная. Подробнее о проекте Института информационных технологий и интеллектуальных систем в следующем сюжете. Метавселенная Татарстана – это проект, реализуемый лабораторией Digital Media Lab. На данный момент над оцифровкой культурного наследия Республики работает более 20 разработчиков. Digital Media Lab – это лаборатория ТИС, научная, производственная, обучающая. Мы образовались примерно 8 лет назад совместно с ЭТИСом и тоже стояли у истоков ЭТИСа, и сейчас находимся в ЭТИСе. Соответственно, чем мы тут занимаемся? Мы занимаемся задачами, связанные с компьютерной графикой реального времени. Это виртуально дополненная реальность, это игры, это симуляции, симуляторы, синтетические данные. В общем, все, куда прикладывается графика, туда и мы. Проект получил рабочее название TAT Metaverse. На данный момент в лаборатории создается концепция и пишется техническое задание. Метавселенная Татарстана – это многопользовательская игра, которая помимо тривиальной прогулки по локациям предполагает полноценный сюжет и различные квесты. TAT Metaverse – это не первый опыт разработчиков в игровых проектах. Пять лет назад лаборатория при институте уже представила проект про древний город Болгар. Собственно, это же не просто проект, это игра, и вы играете за кубца из Багдада, и вы устраиваете свои торговые связи, общаетесь с местными жителями, выполняете их поручения, ходите по этим улицам и погружаетесь в эту интересную историческую среду. Мы абсолютно полностью переделываем контент, весь Болгар, который был. Мы перешли на другой движок. Если раньше мы работали на Юнити, то теперь это Unreal Engine. Мы будем переделывать здание уже под современные требования и под современное железо. Проект «Метавселенная» презентовали на итоговой коллегии Министерства культуры Республики Татарстан. Команда разработчиков лаборатории получила множество положительных отзывов. Проект «Метавселенная» поддержан Министерством культуры и Министерством цифрового развития Республики Татарстан. Срок производства займет около двух лет. Роберт Хасанов, Алия Сафина, Александр Кузнецов, Универньюз. Разработки над повышением эффективности лекарственных препаратов, в частности мази и крема, проходят в стенах Казанского федерального университета. Подробнее в нашем сюжете. Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета стипендиант президента Российской Федерации Светлана Конова разрабатывает наноматериалы с противовоспалительной и антибактериальной активностью. Вся работа идет по плану. При написании проекта была продумана дальнейшая реализация работ по проекту. На данный момент сейчас необходимо решить вопрос по максимальной загрузке лекарств. Мази и кремы с нано-контейнерами Глуазита в их составе будут оказывать не только противовоспалительный, но и антибактериальный эффект. Это обусловлено тем, что нанотрубки планируются модифицировать частицами серебра. Поэтому проводится работа по повышению эффективности загрузки выбранных препаратов. Это выбор растворителя, время и другие параметры. Исследование Светланы Коновой направлено на разработку методологии формирования контейнеров на основе нанотрубок Глуазита, биополимеров и металлических наночастиц для противовоспалительных и анальгизирующих лекарственных препаратов. Условия, которые предоставляет КФУ, меня полностью устраивают. У нас имеется все оборудование, которое необходимо для качественного выполнения проекта. Отметим, что все разработки проходят на базе научно-исследовательской лаборатории и при поддержке руководства Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Универньюс. В Елабужском институте КФУ состоялось занятие для учащихся IT-класса университетской школы. Подробнее в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось занятие для учащихся IT-класса университетской школы. Директор Института вычислительной математики КФУ Дмитрий Чекрина, также доцент кафедры киперфизических технологий Института физики КФУ Петр Кокунин рассмотрели с ребятами вопросы развития искусственного интеллекта и спутниковых систем навигации. Был небольшой урок по системам спутниковой навигации или даже системам спутникового позиционирования. Интерес был в том, что такие системы мы можем сделать очень просто. Сегодня позволяет элементная база, средства можно купить в интернете. Я ребятам показал два варианта реализации такой проекта. Проект именно создания системы позиционирования. Помимо проведения занятий Дмитрий Чекрина и Петр Кокунин, приняли участие в совещании с преподавателями Елабужского института по вопросам сотрудничества в сфере цифровых технологий. Участники круглого стола обсудили научные проекты, которые реализуются на базе института и перспективы их дальнейшей реализации. Мы нашли общие точки соприкосновения. Все, что представили наши преподаватели, заинтересовало Дмитрия Евгеньевича, и от него поступили конкретные предложения, где мы можем быть полезны друг к другу. На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова